Доброго времени суток! Меня зовут Сергей и сегодняшнюю серию видеороликов мы решили посвятить моим сутокам. Продолжаем видео обзор моих приспособлений и сегодня рассмотрим доску для приготовления пищи. Доска состоит из саморезов. Из нержавеющей стали саморезы маломагнитные, но сталь нержавеющая. Пищевой стали, конечно, тут не найдешь в таких саморезах. Доску сделал я в сентябре. Кстати, маленький конфуз произошел, когда я дорезал вот эту часть, вот уже остался вот этот только угол, у меня сгорел лобзик. Теперь я остался без лобзика. Без лобзика мне с одной рукой тяжеловато, но ничего. Дорезал обычным полотном по дереву, сделал ее из толстого сороковки, из толстой доски сороковки. Была задумка, что доска тяжелая, возможно, она не будет скользить. Нет, доска скользит. В этом плане она не прокатывает толщина, ничего не влияет на тяжесть. Доску я эту еще в чертежах в голове задумал до операции. Я задумался, как я буду жить, как, что, почем. И вот такой проект у меня был спланирован еще до операции. Доску я делал как пилотную версию, то есть это пробная доска, она потом переделывается. Саморезы я на наждаке заточил, снял грани, с обратной стороны засверлился, утопил их. Так, и вот три слоя лака, это низ, бок, а верхнюю часть я пропитывал растительным маслом, также в три слоя пропитывал. Доска, в принципе, антибактериальные свойства свои имеют после масла, она не хорошо держится. По износу, ну вот смотрите, я, получается, с сентября работаю, вот такие вот небольшие только царапинки. Так, как происходит у нас процесс приготовления на этой доске? Сюда вставляется картошка, при помощи вот такого агрегата она чистится. В длинная часть вставляется морковь, морковь и также чистится при помощи вот такого ножа. Еёные минусы. Минусы, если картошка уже будет к весне мягкая, она уже на двух саморезах не будет держаться. В следующей версии я, скорее всего, сделаю три самореза. Вот эти саморезы для моркови, они отлично подходят, также на них можно приготовить рыбу. То есть, в следующей уже версии доски будет, возможно, с этой стороны вот так два самореза останется, а вот здесь расположится три самореза. И свеклу тоже очень крупную, когда ставишь, она уже начинает ёрзать. И когда кожура уже мягкая, тоже она по этим уже саморезам не держится. Выше их нет смысла делать саморезы, потому что картошка тоже невысокая. Буду я цеплять вот этим ножом. Что тут ещё добавить по доске? Есть у меня отверстие для вешалки, которое я не использую. Я её не вешаю, я её просто ложу. Доска, в принципе, мне нравится. Как пилотная версия, она у меня попадает по диагонали в раковину и крепко стоит. Следующую доску я буду делать на даче. Там уже надо будет думать, как фиксировать её в раковине. Но это там, как говорится, когда начну делать, там я всё увижу. Так, вот такая вот кому мало ли нужна задумка. В моём-то случае она точно нужна. Вот обратите внимание, вот такая вот прекрасненькая досочка получается. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, кто ещё не подписался. До свидания.